Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Ну давайте посмотрим, что творится в мире. Первая новость хорошая. Россия намерена освоить Луну к 2040 году. Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны. Сначала будет обкатка технологий на Международной космической станции, бла-бла-бла. Ну в общем на это нужно большое количество миллиардов. Где их брать? Россия берет миллиарды из двух источников. Первый это нефть и газ. Но Сечин черт с два даст этих денег. Второй пенсионеры. Вот с пенсионеров издерут. Я так думаю. Так что товарищи пенсионеры, да, с 2040 года ваши пенсии уже определены, куда они пойдут. Газета РУ. Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте. Вот это да. Это знаете, ну это на пляжах. Параселинг называется. Полет на парашюте за катером. И вот что-то они полетели и вдруг раз и оборвался канат. По непонятным причинам их сбросило на пальмовые деревья на берегу. Надо же вот опять. Да, ранее рассказывалось, почему в Турции массово гибнут россияне. Но эти не погибли. А состояние одного из них крайне тяжелое. Смотрим дальше. Что? Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции. Ну это вообще-то полный атас. А республика Коми. Город Воркута. Приговорили к 20 годам колонии. Он тут ножом размахивал направо-налево. Ну я так мягко рассказываю, да? Вот. И двое попались под его ножик. А он их наснимал на телефон. И значит зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям фотографии. Россия. Так. Что тут еще у меня есть? Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса. Вот это интересно, ребята. В общем, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом пишет издание Хромадзе какой-то. По его словам, президент Украины Зеленский намерен окончательно разрешить ситуацию с войной в Донбассе. Ну посмотрим, посмотрим. Так. Глава Рустеха, ну тот самый Чемизов, не исключил переименование самолета Суперджет-100. Он пишет, что будет ребрендинг в связи с некоторыми проблемами после катастрофы в Шереметьево. И нужно поменять название, нужно наше российское название. Знаете, мне что это напомнило? Давно я еще слышал и несколько раз слышал подтверждение. Вот у малых народов Севера ребенок если рождается и плохо развивается, плохо грудь сосет, болезненный, вялый. Они собираются всем кагалом в юрту. Вот. И переименовывают его. И вот как его переименуют, он сразу, он становится веселый, хороший. Вот. Растет и все. И я даже видел вот в Дмитрии в Подмосковье одну женщину, у меня была знакомая. У нее было то же самое. Правда, она не из народов Севера. Вот. Но тоже вот она своего ребенка переименовала. Он плохо учился. Лет, наверное, в 8 или в 9 вот так переименовала. Все официально совершенно. Вот. Но я не помню, чтобы как-то он лучше стал от этого учиться. Но вот случай такой был, да. Ну, а вот сейчас Чемизов собирается переименовать этот самолет. Ну, хорошо. Посмотрим, что дальше будет. А вот тут, кстати, самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске. Як-42. Экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем. А я вообще не знал, что они до сих пор летают. Дело в том, что это же в Саратове на заводе комбайн, который, ну, сейчас уже не работает совершенно. Были Як-40 самолеты, очень хорошие. А потом вот решили сделать Як-42. Просто увеличили чертеж, да. Был Як-40 небольшой и стал Як-42 большой. Вот. И много чего не предусмотрели. Потому что просто увеличить нельзя. Нужно, ну, по-другому все делать. И вот первый самолет, который запустили, ну, как говорится, в продажу, да, промышленность, он благополучно свалился, я сейчас уже не помню где, но это в 70-е, наверное, годы. И был большой скандал. Он просто вот летел, летел, потом так раз и вниз, да. Где-то, по-моему, под Киевом, но врать не буду. Вот. И, значит, на завод комбайн нагрянулись проверками. Нашли там две с лишним тысячи недоделок. Вот. Я думал, его вообще не стали выпускать. Нет, все-таки вот выпускают. Ну, вот он теперь у него двигатель отказал после вылета. Ну, ладно. Никто не пострадал. Сели в ближайшем аэропорту. Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья. О, как. Вот так, ребята. В нем содержится белок лектин, который сами растения, помидоры, используют для борьбы с вредителями. Так что помидоры могут, о-о-о, че-е-е-е, могут в организме натворить. В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту. Ну, вот вылетел и не полетел. Перестали входить на связи. Нехорошо это. Дональд Трамп может запретить биткоин. Да он всё что угодно может запретить. От него, фу, запросто можно ждать. Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком. Неделю назад я читал статью о том, что кофе может вызвать рак. Теперь статья уменьшает риск заболевания раком. Ну, это просто ураган. Ребят, если пьёте, то пейте. Вот я вам что скажу. Я пью кофе целый день. Муж и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику. Вот их вызвали туда зачем-то. Ребята, не очень это хорошо. Москвичи начали селиться в микроквартиры. Площадь от 11,6 квадратных метров. Я не представляю себе, что это. Ну, купе какой-то, да? 11,6. И стоит она 2,7 миллиона рублей. Самая дешёвая. Ну да, микроквартиры. Живу в ячейке, как сумка на вокзале. Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире – это каторга. Ну, так оно. У нас большая. Ну, у нас даже не квартира, а дом. ЦРУ рассекретил документы об использовании животных для шпионажа. О, как интересно. Вести.ру передаёт. Использовали. Дельфинов использовали. Голубей с фотоаппаратиками. Да. На-на-на-на-на-на. Что-то тут ещё. В 2011 году власти Саудовской Аравии задержали парившего высоко в небе грифа, заподозрив его в работе на израильскую разведку. В Иране в арене арестовали 14 белок, которые были обнаружены возле одного из ядерных предприятий. В сентябре 2013 года в Египте по подозрению шпионажа был арестован Аист. Слушайте, чушь какая-то. Я думал, правда. Свидетели обвинили двоих нижегородских врачей в мошенничестве с бесплатным оборудованием для пациентов. Ну, решили этих новогородских, то есть нижегородских врачей, прижать к ногтю. Они там всё увольнялись. По версии следствия, несколько лет назад вместе с хирургом Восягиным он обманул пациента, вынудив его заплатить за бесплатное оборудование, необходимое для операции. Сумма мошенничества почти 200 тысяч рублей. По делу проходит 9 человек. Сумма ущерба – миллион. И вот дальше следующая статья. Алексей Эрлих, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, пишет «Спас пациента в тюрьму». И он объясняет, что там было. А было то, что больной мог потерять ногу, и была очень, ну, не очень опробованная, но уже, как говорится, работающая. Работающая процедура, но она не была бесплатной. И нужно было покупать. И действительно, они купили. И действительно, они ему спасли ногу. Вот. А сейчас их уже арестовывают, и всё. Ну, типа, нельзя так. Нельзя. Да, вот эта операция не делалась. В то время она не делалась бесплатно. Сейчас она делается бесплатно. Ну, бесплатно в медицине – это, знаете как, это я что-то не очень даже верю. И вот дальше он пишет. «Я не бандит с большой дороги. Мои коллеги ни грабители, ни жулики, ни мошенники. Скотские правила в нашей стране, по которым жизнеспасающие или органоспасающие процедуры не покрываются строковкой, когда от врачей требуют лечить, ставя их порой в невозможные условия, одновременно строго напоминают о клятве Гиппократа. А потом, когда врач всеми силами старается спасти пациента, и извернуться, и выкрутиться, и за ним присылают чёрный воронок». Всё правильно. Так. Ну, Юлия Латынина занялась своим любимым делом. Я её поздравляю. Она беседует о книге, собственно, Иисус, «Историческое расследование». Вот для этого она годится. Её книгу ждали во всём мире. Двенадцать человек. Так что вот, ну, если кому-то интересно, то ради Бога. Почему только на эхе Москвы она здесь вот обосновалась? Ну, посмотрите, если кого-то интересует Иисус, которого не было. Ну, историческое расследование той самой личности, которая никогда не существовала. Пожалуйста. Так, и напоследок, а у меня, знаете, что? У меня «Проводы любви» в исполнении Леона. И ещё одна песенка «Выпить море нам до дна». И тоже в исполнении Леона на шикарной детали, о которой он вчера рассказывал. Всего хорошего. До свидания. Доктор Влад, с вами пока. Полчаса, Дориса, полчаса, Дориса, Мы почти у взлётной полосы И бегут быстрее всех часов на свете Эти электронные часы И всё то, что было И всё то, что было Ты как это хочешь, назови Для кого-то просто Лётная погода А ведь это провод для любви Для кого-то просто Лётная погода А ведь это провод для любви И того, что было И того, что было Нам с тобою снова не связать Жаль, чтобы друг другу Так и не успели Что-то очень важное сказать И всё то, что было И всё то, что было Ты как это хочешь, назови Для кого-то просто Лётная погода А ведь это провод для любви Для кого-то просто Лётная погода А ведь это провод для любви По аэродрому По аэродрому Лайнер пробежал, как по судьбе И оставил в небе Светлую полоску Чистою, как память о тебе И всё то, что было И всё то, что было Ты как это хочешь, назови Для кого-то просто Лётная погода А ведь это провод для любви Для кого-то просто Лётная погода А ведь это провод для любви Большое спасибо Пусть гитара звенит Неустанная Пусть страдает струна над струной Мозг туманит Глаза твои карие Под напевь И твой смех роковой Да Что мне горе Жизнь и море Море выпьет нам до дна Так Сердце тише Выше, выше Кубок старого вина Сердце тише Выше, выше Кубок старого вина Уже не слышны Те письми цыганские Все цыгане Уснули давно Но пока есть в бокалах Шампанское Жизнь и смерть Для меня Всё равно О, да Что мне горе Жизнь и море Море выпьет нам до дна Так Сердце тише Выше, выше Кубок старого вина Сердце тише Выше, выше Кубок старого вина Ай-да-арей, ай-да-арей, ай-да-ра-ра-ра-ра-ра. Сердце выше, тише, тише, кубок старого вина. Вот так.